На оперативном совещании в правительстве Вчерашним утром присутствовали только Хабиров и Толкачев Назарова в президиуме не было Хабиров был очевидно растерян, как-то потерян Временами утрачивал связь с докладчиками Не могу сказать, с чем это все связано Возможно, с тем, что происходит сейчас в Москве Возможно, еще с чем-то Но очевидно ощущалось совершенно иное настроение У главы республики, был он какой-то совсем другой Во вступительном слове Радий Фаритович Сделал очередное внушение условно уволенному Министру образования Хажину Рассказал ему о том, что в Ичилинском районе Стоит полностью готовая школа Но она абсолютно пустая, не оснащена Ничем, там нет даже парт И Хабиров строго приказал Хажину Наконец-то решить проблему с обустройством этой школы Дескать, выделены огромные федеральные деньги А Хажина их почему-то получить не может Там, конечно, все запутано и сложно Но понимая то, насколько наш горе-министр образования Не умеет обращаться с финансами И абсолютно не в курсе того, что у его министерства Должна быть какая-то контрольная функция Учитывая все эти факторы, мы, наверное, можем предположить Что еще долго эту училинскую школу будут оснащать партами Досками и звонками Примечательно, что строила эту училинскую школу Которой так восхитился Хабиров Та же самая строительная организация Что строит две вот эти знаменитые высотки Рядом с госцирком Уфе И тут, конечно, был отчетливый диссонанс Между тем, как Хабиров возмущался строительством Этих многоквартирных домов на пятачке земли И тем, как он восхищался постройкой этой школы Хабиров неожиданно начал хвалить СУ-1 С чем это связано, уже совершенно непонятно Далее глава республики присел на любимую тему Специальной военной операции Он восхитился интернациональностью состава Погибающих уроженцев Башкирии В специальной военной операции Он перечислил троих погибших героев России Один из них русский, другой удмурт, а третий башкир Тем самым Хабиров подчеркнул интернациональность Участие жителей Башкирии в специальной военной операции И, как он выразился, цитирую дословно Все народы воюют и пошли защищать свою страну Конец цитаты Ну, тут, конечно, может быть, надо дать слово филологам А потом уже и полицейским Потому что воюют обычно на войне А про войну у нас говорить нельзя И ни в коем случае нельзя называть Специальную военную операцию войной Тут, конечно, Ради Фаридович прошелся по тонкому льду Но что-то мне подсказывает, что ему за это ничего не будет Впрочем, про специальную военную операцию и жертвы в ней И необходимую заботу о тех, кто остался в живых Хабиров говорил на этой оперативке многократно И в начале, и в конце, и в середине Видимо, когда не о чем говорить в регионе Начинаем говорить про специальную военную операцию В рамках вступительного слова Хабиров попросил Урала Кельсинбаева Сделать краткий доклад о результатах выборов Мало кто знает, мало кто заметил Но 11 сентября в Башкирии в том числе Прошли тоже выборы, довыборы И всякие вот такие незаметные вещи В частности, в 10 сельских поселениях прошли довыборы Где победило 10 кандидатов Это Единая Россия, один от КПРФ И один самодвиженец А также прошло 31 избирательная кампания В 25 муниципалитетах Где разыгрывался 61 мандат Собственно, в Башкирии в этом сезоне Выборы, конечно, были микроскопическими Не то, что в других регионах Где кое-где даже переизбирали губернатора Но, тем не менее, явка на выборы По словам Кельсинбаева составила 39% Победители от Единой России 53 человека От ЛДПР 1 Самодвиженец 7 Обратите внимание, нет ни одного коммуниста Среди 31 избирательной кампании Хабиров жаром поздравил партию Единая Россия с победой Заявив, что партия была с людьми все эти трудные дни Он имел в виду, видимо, ковид И потому, как бы, жители оценили вклад партии Единая Россия в жизнь страны Ну, сразу же вспоминается веселый Ахмадинуров Который на частном самолетике Везет две коробочки макаронов в Нефтекамск В тяжелые минуты для страны Ну, собственно, примерно так выглядело Участие Единой России в жизни нашего региона Ну, иного на ум не приходит Но, тем не менее, Хабиров был вынужден Похвалить Единую Россию Поздравить ее и так далее, и так далее Собственно, вот эти маленькие микроскопические выборы Которые у нас прошли в минувшее воскресенье Они, скорее всего, моделируют то, что намеревается сделать Хабиров и его команда На больших выборах 2023 года в Государственное собрание Что-то мне подсказывает, что очень сильно будут подвинуты коммунисты Символически останутся представители ЛДПР и Справедливая Россия И полностью все госсобрание у нас будет состоять Из представителей той самой заботливой Единой России На оперативных совещаниях правительстве Все еще продолжают обсуждать ситуацию с ковидом И в этот раз дали слово заместителю министра здравоохранения Господину Рахматуллину, который сообщил нам о 304 тысячах заболевших ковидом За все время пандемии Госпитализировано на данный момент 225 человек Амбулаторно лечится почти 3000 человек Прирост за неделю заболевших составил 10% И только за последние предыдущие предшествовавшие сутки этому совещанию Заболевших было 527 человек Это много Коек отведено в лечебных учреждениях 535 Из них 21% свободен Также было отмечено, что 21% прирост заболеваемости у РВИ Уже есть в Башкирии Но, наверное, это неудивительно в связи с такой холодной погодой И, конечно, совершенно феноменальный рост заболеваемости мышиной лихорадкой Она же геморрагическая лихорадка 260% прироста, видимо, по отношению к статистике прошлого года Вот такие цифры нам сообщил заместитель министра здравоохранения А также немножко поговорили о гриппе И здесь была одна интересная примечательная деталь В этом году более 50% прививок от гриппа будут сделаны за счет предприятий Наше любимое, заботливое государство полагает, что и прививки тоже должны оплачивать предприятия, либо граждане То есть потихонечку вот эта вся бесплатная медицина, которой все там как-то очень сильно гордились И которой все радовались, она уходит в прошлое Теперь и прививки будут платными Дежурным был доклад и о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС Госпожа Голованова доложила нам о трех аварийных отключениях более 8 часов И о 26 аварийных отключениях менее 8 часов Также она сообщила о наличии 3709 дворников Смешно, но факт, количество дворников у госпожи Головановой растет от недели к неделе И уже приближается к цифре в 4000 Хабиров, рассеянно выслушав исполняющую обязанности министра ЖКХ Заповедал ей быть готовым к включению отопления, когда это будет необходимо Вслед за Головановой господин Булышев огласил статистику ДТП Их случилось за минувшую неделю 71 Пострадало 81 человек и погибло неизменные 10 Вот если будет погибать регулярно по 10 человек То, конечно, статистику в 400 за год господин Булышев не выдержит Но если у него будет среднестатистическое за истекшие 7 месяцев То тогда он, конечно, удержится в рамках 370 погибших на дорогах Тут, конечно, гадать мы не будем Можно строить математические модели Но, пожалуй, еще рано, займемся этим в ноябре Примечательно в этот раз было выступление в рамках этого триединого доклада Представителя МЧС Гумерова Фарита Рифовича Он рассказал, в частности, о пожаре на колхозном рынке Но не мог, видимо, не рассказать об этом Сообщил о том, что общая площадь возгорания составила 5400 квадратных метров Погибших, слава богу, нет Использовались 190 пожарных и пожарный вертолет Про вертолет Гумеров как-то очень невнятно рассказывал и понятно Дело в том, что очевидцы, которые видели, как использовался вертолет при тушении этого грандиозного пожара Говорили о том, что практически все заходы этого дорогостоящего, а конкретно говоря стоящего миллиард рублей аппарата Не увенчались никаким успехом Каждый раз сброс воды производился то ли мимо, то ли в сторону, то ли ветром уносило В общем, конечно, не готовы оказались наши вертолетчики к тому, чтобы эффективно использовать эту дорогую технику Но антураж был соблюден Вертолет купили и вот он принял участие в тушении грандиозного пожара Также господин Гумеров рассказал о том, что отправлен очередной, по-моему, уже 26-й конвой в ЛНР Но любопытно, что в этот раз конвой перевез только 18 тонн грузов Ну, по сути, это была одна машина Какой уж вам это конвой Просто фуру отправили Судя по всему, Ради Фаридович после того, как ему отказали в праве поучаствовать в судьбах вот этих вот Луганских и Донецких территорий Потерял всякий интерес к восстановлению школ и прочих социальных объектов в ЛНР И отправляет туда уже теперь чисто символическую помощь Ну, что такое, 18 тонн на фоне 80-90 тонн Которые каждый раз отправлялись в рамках 25 предыдущих конвоев По сути, вся оперативка минувший понедельник Состоял из абсолютно пустых докладов Мне как-то даже неловко их освещать для вас Отнимая ваше время Потому я буду стараться хоть сколько-нибудь оценивать то, что говорили министры И, в частности, вот следующим докладом был доклад министра по туризму Авзалова Рустема Ахмед Каримовича Это тот самый мэр-экскремент из Сибая Он теперь у нас занимается туризмом Собственно, Авзалов засыпал нас цифрами Которые зачастую друг другу противоречили Ну, тут, как говорится, уж как получается В частности, за 7 месяцев 2022 года Господин Авзалов констатировал Что в республике было приобретено 1 миллион 100 тысяч турпоездок по республике Башкортостан По этому показателю мы занимаем всего лишь четвертое место в ПФО Объем финансов, которые крутятся в туристической сфере в этот период составил 6,7 миллиардов рублей Как уж посчитал Авзалов эти цифры, я не знаю Потому что высчитать все потоки в этой сфере чрезвычайно сложно Ну, естественно, утверждена очередная стратегия развития туризма Аж до 2035 года Забавно было это слышать Потому что я абсолютно уверен, что через пару лет Господина Авзалова на этом посту точно не будет Нам было поведано о том, что в республике Башкортостан Насчитывается 524 коллективных объектов размещения Так вот в этой индустрии называют отели, кемпинги, глэмпинги, хостелы Ну и прочие места, где можно жить более чем одному туристу Причем из 524 единиц только 354 включены в реестр и классифицированы Не знаю уж, почему там все не удалось охватить Ну, в общем, вот так Примечательно, что если верить Авзалову То в республике Башкортостан было продано 1 миллион 100 тысяч турпоездок При этом коллективными местами размещения Воспользовалось, опять же, по его словам, только 500 тысяч человек Где жили, ночевали и бедовали оставшиеся 600 тысяч человек Непонятно, то ли под кустом ночевали, то ли в палатках Диким образом неизвестно, может быть, они спали в автомобилях Рассказал нам Авзалов и о том, что же есть вообще для туризма в Башкортостане А именно 14 горнолыжных баз, 3 заповедника, 5 природных парков, 27 природных заказников 179 памятников природы, 95 музеев, 930 пещер и 12 рек Зачем-то добавил Рустам Ахмед Каримович к нашим активам Ну уж да, с реками точно ничего поделать нельзя, как были, так и останутся Лично для меня было очень любопытно узнать, что 7% площади республики Башкортостан Это особо охраняемые территории 7% это много Говоря о деньгах, господин Авзалов рассказал нам о 8 загадочных проектах В которые будут инвестированы аж 552 миллиона рублей Деньги будут федеральными, мы их с нетерпением ждем, но дадут их или не дадут, неизвестно Хабиров полуха, слушая своего любимчика, завершил доклад таким, ну, как обычно, концептуальным заявлением Дословно цитирую Любое дело можно сделать, если постоянно продвигаться вперед Конец цитаты Ну, видимо, это в дополнение к бессмертному Мы, наоборот, движемся вперед Хабиров продолжает пополнять копилку своих крылатых выражений Также, резюмируя доклад Авзалова Ради Фаритович поздравил УФУ с получением федерального финансирования для развития туризма аж на 210 миллионов рублей Ну, я думаю, что забабашат новые бордюры на Ленина Прикрутят парочку коричневых указателей И на этом 210 миллионов закончится Кстати говоря, об указателях Авзалов нам рассказал, что вот этих вот табличек, на которых бежевым по коричневому написано что-то Всего этих табличек уже установлено в Башкортостане аж 1274 К концу года он хочет довести их количество до почти полутора тысяч Мы помним, что иногда и зачастую за установку таких указателей из бюджета приходится платить аж по 2 миллиона рублей Завершили оперативное совещание вчера Насколько важным, настолько и пустым, к сожалению, докладом господина Булышева Об организации автобусных пассажирских перевозок С одной стороны, да, проблема транспорта стоит остро в республике Башкортостан Пожалуй, что она никоим образом не смягчилась за все 4 года присутствия Хабирова в регионе Но говорим мы об этой проблеме постоянно Как и положено, Булышев начал с цифрой статистики Он сообщил нам о том, что в республике действует 70 компаний-перевозчиков Из которых 4 государственные и 66 частные Башавтотранс за последние 4 года Булышев охватывал максимально длинный период времени Закупил 1006 единиц автобусной техники Частники закупили поменьше, 250 автобусов Средний возраст автобусов в Уфе составил на данный момент 4 года Средний возраст автобуса по республике Башкортостан составляет 6,5 лет Также Булышев зачем-то рассказал о существовании единого социального билета В республике Башкортостан для самых бедных и нуждающихся Всего за 6200 рублей в год по социальному билету Бедные и нуждающиеся могут безлимитно ездить на общественном транспорте На мой взгляд, это не очень дешево В принципе, конечно, может быть, бедные и нуждающиеся Имеют право в социальном государстве О чем говорит нам наша Конституция Ездить и бесплатно Но Булышев так не считает Ведет господин Булышев и борьбу с нелегальными перевозчиками За 2022 год в Башкортостане было изъято аж 48 транспортных средств Которые занимались нелегальной перевозкой Но надо отметить, что специалисты говорят о том Что по республике действует несколько тысяч нелегальных перевозчиков В том числе вот этих капсул смерти Ларгусов Но у Булышева получилось выявить только 48 В рамках своего доклада Александр Владимирович очертил нам и радужные перспективы неопределенного будущего Он обещал нам, что будут вестись разработки, научные разработки транспортной системы Сократятся интервалы движения транспорта на маршрутах Новые и отдаленные районы столицы получат транспорт и будут обеспечены транспортом Обновится парк техники, изменится система контрактации и будет проще контролировать перевозчиков Ну и также Булышев внезапно сообщил нам, что готовится концессия по электротранспорту Вот это было единственное любопытное и интересное во всем его докладе Потому что все остальное было абсолютная демагогия и общие фразы Потому что что когда готовится, что когда завершится, когда сократятся эти интервалы В какие районы, Булышев нам не сообщал Это была абсолютная абстракция Вкратце он говорил о том, что все будет хорошо, но не сейчас, а когда-нибудь, но потом Завершая оперативное совещание, Хабиров опять заговорил про специальную военную операцию В частности, он заявил, что для глав районов и муниципалитетов Поддержка специальной военной операции – главнейшая задача И более важной задачи для вас нет, дословно сказал Хабиров Именно поддержка специальной военной операции То есть главы муниципалитетов и районов должны уделять образованию, медицине, состоянию дорог Состоянию освещения и вообще прочим-прочим вещам на своих территориях Существенно меньшее внимание, чем тратить свои силы, ресурсы и время на то, чтобы поддерживать Специальную военную операцию Ну вот совершенно дословно вот так вот прозвучало это из уст Хабирова Хабиров упомянул, что сейчас в самом пекле в специальной военной операции Находится и башкирский СОБР, и шеймуратовцы, и доставаловцы Вот эти оба батальона К сожалению, это я уже говорю от себя Нам достоверно неизвестно о том, в каком они сейчас находятся положении И какова их судьба И это действительно тревожит нас, потому что это все-таки наши земляки Информации о их судьбе никакой нет Также очевидно, по крайней мере для меня, что Хабиров подсознательно готовится И готовит своих коллег к печальным последствиям инициативы по отправке Двух батальонов из Башкортостана в зону специальной военной операции Потому что как ни крути, это все равно даже через вот этих каких-то товарищей Которые как бы были инициаторами отправки этих батальонов Безусловно, конечно же, эту идею с жаром поддержала башкирская власть Конечно же, реализация этой идеи принесла Хабирову некие дивиденды в глазах федеральной власти А вот чем вся эта идея с отправкой большого количества башкирских мужчин Служить туда добровольно, в зону специальной военной операции Обернется для их, для них и для их семей Мы как бы, наверное, я надеюсь, узнаем Не хотелось бы, чтобы в итоге мы получили гробы, коллег, психически неуравновешенных людей И прочие последствия любой из воин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok